Сейчас предлагаю начать нашу дискуссию с Михаилом Шейдином. Паном Михайлове Танни, приветствую вас. Да, здравствуйте, Петр. И давайте начнем с самых актуальных новостей в Российской Федерации. В Башкирии начались массовые протесты и столкновения с полицаями. Причина приговора к четырем годам в колонии местного активиста Фаиля Алсына утверждается, что он выступал против того, чтобы местных жителей отправляли воевать в Украину. По другой версии, которую сообщают русскоязычные СМИ, его обвиняют в том, что он якобы негативно выразился в адрес трудовых мигрантов из Средней Азии и жителей Кавказа. Арестовали Алсынова с подачи главой республики. После оглашения приговора на медицинскую суда вышли несколько тысяч человек. Начались потасовки с полицаями, которые применили слезоточивый газ и светошумовые грады. Ну что, Михаил, что началось? Башкирия давно уже показывает вот такой дух своеволи и возможного. Знаете, у независимого духа я, как частный участник форумов свободных народов России, вот неоднократно наблюдал, что именно Башкирия. Удивительно, но факт, можно найти таких пассионариев, которые абсолютно не согласны, судя по всему, с тем, как Кремль управляет своими поневоланными народами, как это сказать по-украински. Да, во-первых, вот этот активист, имя которого я еще пока не выучил, он, тут важно, что его вообще политическая вся эта общественная деятельность, она в хорошем смысле националистическая. То есть у него же не антивоенное движение, у него националистическое движение. Он, в частности, однажды был подвергся атаке из-за того, что у него какие-то националистические высказывания, что, дескать, понаехали в Уфу Башкиры, здесь город для русских и так далее. На него физически было нападение, его избили, он попал в больницу за свою политическую позицию, то, что я успел про него узнать. И вообще все организации, которые он возглавлял, в которых состоял, которые были запрещены, это национальные организации именно башкиров. И поэтому то, что мы наблюдаем сегодня, это, безусловно, бунт башкиров против русских, против Российской Федерации, против государства России. И лозунги там звучат именно такие. Вот только что было выложено видео, как одна женщина на этом протесте, участница протестов, она призывает солдат, которые по национальности башкиры, которые сегодня находятся на территории Украины, на оккупированных территориях и воюют против нас, призывает их вернуться в Башкортостан, чтобы защитить башкиров от русских. Прямо конкретно. А нас, говорит, там напали, вот на Башкирию. Защищайте Башкирию, а не там воюете где-то в Украине. То есть вот такой поворот. Это все не антивоенное, это все не проукраинское ни в коем случае, не надо об этом думать. Это башкиры против России. И это нам, с нашей точки зрения, даже в сто раз выгоднее, чем любые антивоенные протесты. Потому что, как вы говорите, началось. Не знаю, началось или нет, чем закончится в этот раз, что произойдет в Башкортостане. Я, конечно, гарантировать не могу. Там надо находиться для этого, чтобы понимать мощь этого протеста. Хотя, говорят, сегодня уже 10 тысяч человек, они уже окружили каких-то ОМОНовцев, не отпускают их и так далее. Но я сразу вспомнил, с чего все начиналось в СССР. Ведь как все было? Вспыхнули национальные окраины, все прям по учебнику. Вот вам вспыхивают национальные окраины. Там разжигается всякое это. В СССР, ну, наверное, так, если посмотреть на хронологию, началось 88-й Сумгаид, который перерос потом в Карабахскую войну. Потом 89-й Тбилиси, который переросло в отделе провозглашения независимости Грузии. В 90-м Молдова, Приднестровье, в Дубасарах вся вот эта война началась. И потом стала такой большой. В 91-м это Рига и Вильнюс, это уже после провозглашения независимости. То есть вот от начала, от точки старта, наверное, 88-й год до полного распада прошло там 3,5-4 года. И вот такие события. Давайте смотреть, что будет. Вот даже у меня такой вроде мелочь, но все-таки мне интересно, если это все-таки станет масштабным сейчас в Башкирии. Будет ли хоккейный клуб Салават Юлаев выходить из состава КХЛ, как в свое время грузинские футбольные команды в знак протеста вышли из чемпионата СССР по футболу. Такое было. Посмотрим. Ну, Башкиры мы знаем, это очень близкая нация татарам, они из соседства этой республики. Интересно, может ли это перекинуться на Татарстан? Куда более серьезный такой игрок в составе федерации. Ну, опять-таки, если мы возьмем все-таки пример Китая, как Китай жестоко расправляется с меньшинствами. Разумеется, Тибет сколько уже лет, десятилетия находится под колпаком у Пекина. Ну, и сензианцы, это уйгуры, кстати, тоже собратья тюрки, собратья башкиров. Уйгуры, которые сейчас в большом количестве находятся в так называемых лагерях перевоспитания. То есть, можно ли ожидать жестоких подобных действий от российской власти? А им некем подавлять, некем. В Китае этим занято все китайское государство. А у России кто подавлять-то будет? Ну, понятно, что я не говорю, что сейчас конкретный протест невозможно подавить. Но в целом, если это разрастается, у россиян армия вся в Украине, Росгвардия либо в Украине, либо, как мы знаем, разбегается при первом показавшемся пригожине. Никто никуда, ни на какую защиту не встает. У них просто нет ни ОМОНовцев, ни войск, ничего нет. Ну, сколько они могут разогнать? 10 тысяч человек они способны разогнать. Но по-настоящему массовые протесты в нескольких точках одновременно? Ну, нет, конечно. Вы говорите, татары близки к башкирам. А это даже не обязательно. Потому что в Грузии, в Молдове, в Литве, ну, никак не близки были ни грузины к литовцам, ни литовцы к молдаванам. То есть, когда пошло, когда центральная система дала слабость, то и поехало. Все-таки Китай, ну, давайте, это самая, наверное, мощная такая тоталитарная держава в плане подавления собственного народа. Она строилась десятилетиями, вся эта система тотального контроля. Поэтому они, конечно, справляются с такими задачами. Как Советский Союз. Вначале справлялся с бунтом в Новочеркасске, и после бунта в Новочеркасске еще десятилетиями ничего не было. Но мне кажется, что нынешняя Россия точно не может, нельзя ее сравнивать с Советским Союзом, там, 60-х. А скорее можно сравнивать с Советским Союзом конца 80-х, начало 90-х. Вот, поэтому, ну, просто по всем остальным показателям, по всему, что там происходит. Поэтому у них нет шанса справиться с этим. Вопрос, быстро ли это, пойдет ли это дальше. Пока у меня нет простого ответа на этот вопрос. Михаил, ну вот уже, подходя ближе к теме того, что сейчас происходит в Давосе, буквально сегодня утром, перед делегатами Мирового экономического форума в Давосе выступил Энтони Блинкен, где же посекретарь США, и вот, готовясь к встрече с Блинкеном, Генсек Улон, заявил об общей заинтересованности в завершении войны в Украине. Знаете, вот, это опять наталкивает на мысль, что мы сейчас пока говорим о неких общих заинтересованностях, но не видно пока действующих и действенных механизмов, как это сделать. Есть формула мира президента Зеленского, посещаемость была достаточно высокая в этот раз, 82 страны. Но, опять-таки, я не вижу ничего пока, которое бы переходило от слов к какому-либо делу. Нет, это невозможно совершенно. Тут же не в руках ни ООН, ни этой 82 стран, ничего не в руках абсолютно, не в зоне контроля этих стран или в зоне контроля ООН находятся эти события и то, что будет дальше. Потому что вчера прошло, ну вот сейчас проходят два форума одновременно. Один большой форум взрослых, большого мира, скажем так, да, большого мира и взрослых людей ответственных, это форум в Давосе, где собрали действительно мировые лидеры и по бизнесу, и по политике. В это же время в маленькой Москве проходит маленький форум каких-то муниципалитетов Российской Федерации, ну вот Башкортостан, наверное, там представлено и так далее. И там маленькие люди, которые ставят маленькие задачи, вот что-то оттяпать какой-то кусок земли. На Большом Давосском форуме решаются вопросы там глобального потепления, искусственного интеллекта, альтернативной энергетики, там продление жизни, лечение рака и так далее, или Айцгеймера. А в Российской Федерации на форуме в Москве решается вопрос, как переделать туалеты в Донбассе, и, значит, что там еще Путин, какие задачи поставил, и как отжать кусок земли, чтобы украсть, а как украсть больше пшеницы, он прямо сказал, мы украли в этом году 4 миллиона тонн, рассчитываем в следующем году украсть больше, поэтому урожаи растут, это то, что украдено было с территории Украины. И вчера Путин сделал ключевое заявление, он его делал и раньше, то есть его просто вчера впервые, мне кажется, услышали. Я его слышал и 1 января, когда он говорил то же самое на встрече с ранеными солдатами. Он сказал, у нас есть завоевание наших полутора лет, и нет такого варианта, при котором мы эти завоевания отдадим. То есть, и так Путин, вот Путин конкретно президент России, говорит, в нашем представлении мировой порядок такой, то, что ты силой отобрал, то твое, то, что не смог отобрать, то не твое. Это его предложение к миру цивилизованному, давайте жить, это его предложение, других у него нет. И он сказал, я на другие не согласен, ни на формулы мира ваши не согласен. Прямо, кстати, комментируя формулы мира, это сказал. То есть, у меня только такое предложение. В этот момент Путин, конечно, полностью выпадает из мировой, из мировых трендов и мировой повестки, потому что на таких условиях никто разговаривать не готов, ни про Украину речь сейчас. Ну, вот, предположим, что кто-то почему-то решил, не знаю, кто и почему, мы согласны, давайте. Но это отменяет все договоренности. Это означает, что любая новая договоренность полностью лишена смысла. Ну, подписали что-то с Россией. И на следующий же день начали воевать снова. Почему? А завоевание, извините. Ну, предположим, Украина подписала и в тот же день вторглась в Россию и захватила Ростов. И сказала, стоп, а, завоевание, все, давайте-ка. А теперь Ростов переезжает в Украину. Так может быть, мы можем себе представить такой мир. Ну, 82 страны и формулы мира явно такого мироустройства не хотят и не заинтересованы в нем. Поэтому любой генсек ООН сегодня натыкается вот на это. Даже не на наше украинское несогласие на такие или другие условия, а на то, что нет партнера, с которым можно разговаривать. Вчера просто от Путина однозначно прозвучал ответ на все формулы мира. И я уверен, что он был услышан, что МИД Швейцарии, который еще позавчера говорил, что надо же услышать слово России. Я думаю, вчера услышал все слова России, министр иностранных для Швейцарии. И больше не хочет, я думаю, слушать слово России. Ну, мы слышали от Пескова комментарии по поводу собравшихся 82 стран. Здесь первый день довольствия по поводу формулы мира, что нас там нет. Поэтому это все пустые разговоры. Тут уже добавить тоже, что премьер-министр Китая Ли Кьян, он выступал также, открывал этот форум, вы знаете, и не удрился вообще не упомянуть Украину. Это тоже, наверное, о многом говорит. Но вот, возвращаясь к теме сегодняшней панели, здесь выступал министр иностранных дел Швеции Бильстром. Я имел возможность поставить ему вопрос, задать ему вопрос по поводу того, что мы сейчас слышим, в том числе и от шведских высокопоставленных чиновников, что Швеции нужно готовиться к обороне страны, что нельзя исключать возможную агрессию со стороны России. И это, разумеется, также мы слышали и от лидеров Балтийских стран ранее, и от Финляндии. Нужно тоже понять, и как вы это понимаете, Михаил, и насколько это, то, что мы сейчас видим, вообще соответствует интересам Кремля. Потому что они всячески намекают, что они готовы пойти войну. Они уже утверждают, что они уже воюют с НАТО. И вот теперь такой вот запущенный процесс приведения готовности своих армий. На руку ли это к Кремлю, если мы говорим об агрессии, какая агрессия это будет, будет ли она реально военная, в каком объеме, или это будет все-таки иметь более такие гибридные формы, о чем мы говорим. То есть, как это понимать, опять-таки, учитывая, что тут есть определенный когнитивный диссонанс. Некоторые из этих стран, все, кроме Финляндии, которые я назвал, они члены НАТО. Если они боятся агрессии со стороны России, что? Значит, коллективная статья о безопасности, статья о коллективной безопасности не работает. Так зачем же тогда Украине пытаться вступить в эту организацию? Это не политический термин, слово бояться. Слово бояться, это вот такой термин из пропаганды. Политический термин готовиться в данной ситуации. Эти страны не боятся нападения России, а готовятся к нападению России. Вот есть сценарии из Билда, еще какие-то сценарии. Финляндия прямо говорит, что мы... Ну, во-первых, Финляндия подписывает договор с Соединенными Штатами о военном сотрудничестве, согласно которому семь основных военных баз Финляндии могут теперь использовать американцы. Американские войска, скорее всего, будут переброшены в Финляндию. Сама Финляндия заявила, что уже подготовила несколько линий оборон на границе с Россией. Граница закрыта еще как минимум на месяц тотально с Финляндией. Поэтому Финляндия готовится к войне. Швеция... Вот вам заявление министра иностранных дел. Там было заявление министра по делам гражданской обороны, который сказал, что каждый швед должен участвовать в этой войне, которая будет. Швеция посылает свой контингент в Латвию, на защиту Латвии. 800 человек, по-моему. Немцы посылают свой контингент в Литву. Вчера замминистра иностранных дел Польши сказал, добро пожаловать немецким войскам в Польшу, чего до этого, кстати, не было. То есть до этого прошлое правительство, в частности, Качинский говорил, ну как, один из лидеров, да, прошлых правящей партии, что мы не можем в ближайшие десятилетия, должно пройти минимум 7 поколений после Второй мировой войны, чтобы немецкие войска оказались на территории Польши. И вот все решили экстерном провести эти поколения по-быстрому, и все уже пригласили немецкие войска зайти на территорию Польши. Поэтому все готовятся к войне против России. Это, безусловно, прямо факт. Уже факт. Макрон, который сказал вчера о том, как нужно сейчас готовить новую систему безопасности Европы, оружие производить и так далее. То есть, ну реально, все готовятся к войне против России. Это, конечно же, хорошо. Конечно, это на руку нам, конечно, Украине и вообще цивилизованному миру. Да, надо готовиться к войне против России. Мы что, хотим, чтобы Европа проиграла эту войну? Нет, мы хотим, чтобы она победила. Мы хотим, чтобы Литва разгромила российские вторгающиеся части, и Латвия, чтобы сделала то же самое, и Швеция, и Финляндия. Поэтому мы, безусловно, за победу наших друзей и партнеров из Европы. Поэтому да, это хорошо, что вся Европа готовится к нападению России. Наконец-то в Европе осознали, что это точно будет, потому что разговаривать не с кем, это точно будет. И единственный шанс есть это остановить, о котором вчера говорил президент Зеленский в своем выступлении. Он не прямым текстом, но сказал, да, он сказал следующее. Вот есть Путин, он такой, по-другому не будет, он не поменяется. Старую обезьяну Путина не научишь новым трюкам. Это сказал Зеленский. Ну не про обезьяну, а про не поменяется. Путин не поменяется уже, говорит он. Путин это хищник, ему просто всегда мало добычи он будет. Путин это подтвердил. Просто через час вышел, сказал, да, завоевание, завоевание. Подтвердил тезис Зеленского. А дальше то, что не сказал президент Зеленского. Он сказал, надо поэтому санкции, надо дать нам оружие, надо объединиться, это да. Но он не сказал, а, Евгений Путин наносит вам ущерб, нам всем. Он отнял нас 13 лет мира, 13 лет. А в экономическом смысле, да, вот же экономический форум, он отнял триллионы долларов. У человечества триллионы долларов, миллионы, десятки миллионов, возможно, жизней, потому что люди умирают от голода из-за этого, недостатка экономики. Ну, напрашивается вывод, который вслух просто не скажет. Давайте ликвидируем Путина. Ну, в смысле, вы о чем? 13 лет мы уже терпим весь мир из одного человека, вы о чем? Я думаю, что Зеленский специально сконцентрировался на фигуре Путина. Ну, понятно, что эти слова относятся ко всем россиянам, которые поддержат войну, то есть к 100 миллионам человек. Но Зеленский, высветив одного из них, Путина, да, сказал, смотрите, а это может оказаться ключом к решению проблемы. Давайте его устраним физически просто. Ну, этого не было сказано, но это про истек... Ну, а как еще-то? Если это вопрос триллиона долларов, что, жизнь одного Путина стоит триллион долларов? Что-то я не верю в это. Или миллионы жизней других людей? Конечно, нет. Поэтому Запад вот так настроен. И в России это услышали. В России это услышали. В России вчера выступала, вы будете смеяться, с миротворческими, на самом деле, словами. Если вот очистить все вот эту вот шелуху про наши территории, завоевания, так давайте же подпишем. Это же все Украина не хочет под... Мы же хотим подписать. Вот же есть замечательный договор. Это Путин. Но вчера же этот... Волошин, Володин, Володин, председатель Государственной Думы говорит, нет, мы не собираемся воевать. Это мы просто предотвратили Третью мировую, спасли миллионы жизней. Воевать с другими странами мы вообще не собираемся. Так что неожиданно вчера... Ну как неожиданно? Они все время то в одну сторону, то в другую поворачивают. Сейчас, конечно, у россиян поворот в то, что... Не-не-не, что вы что? Я думаю, россиян напугал план газеты Билд. Напугал. Потому что вот план газеты Билд. Вот он публикует... Ну, не газеты самой. Публикация в газете Билд, что немецкая армия готовится к вторжению со стороны Российской Федерации, отправляет войска куда-то в Польшу. Там такие-то размеры контингентов прямо указаны. И Путин такой, ага. Он же понимает, что в этот момент рядовые немцы в Германии готовы финансировать все, что угодно. Раз им прямо написали, что на них сейчас нападут русские. И Путин дает заднюю по всем фронтам в этом вопросе. Поэтому вся история про то, что наконец-то в странах НАТО и в Европе осознали, что война это по-настоящему, что она будет именно у них, это для нас очень важно и хорошо. Ну, кстати, да. Он, Зеленский, сказал также такую интересную вещь. Вчера он выступал на английском и сказал, что, комментируя все эти сейчас разговоры про мирные переговоры с Путиным, он сказал, что Путин is a predator who is not satisfied with frozen products. Буквальный перевод. Путин это хищник, который не готов, не удовлетворяется замороженными продуктами, то есть замороженным мясом. Ему нужно свежачок. И, собственно, это главная его теза, по поводу того, что сейчас главная запорука вашей безопасности в Европе, это дать Украине оружие. И если Путин и пытается довести дело до мирных переговоров, то исключительно для того, чтобы взять паузу и перегруппироваться, возобновить свою военную мощь с тем, чтобы, да, рассмотреть потом агрессию не только против остальной части Украины, которая останется независимой от Кремля, но и против близлежащих стран Центральной Европы, Балтийских стран, и, может, даже Скандинавии. – Нет, это вполне реалистично. Вот тут, возвращаясь к вопросу о том, вы просто спрашивали, в каком виде будет это, в каком виде будет эта атака россиян, но я тоже склоняюсь к той версии, к которой, наверное, большинство сейчас склоняется, что это будет некая гибридная война. Для начала не сразу полномасштабное вторжение, а сначала попытка повторить сценарий ДНР, ЛНР, вот что-то такое. То есть вторгнуться ограниченным контингентом, который назвать повстанцами, или там, как они еще это раньше называли, я там не помню, в общем, чтобы якобы это не российские войска, какие-то переодетые люди, переодетые, не знаю, белорусских партизан. Вторжение в Даугавпилс, вторжение в Нарву, вторжение в какие-нибудь приграничные, кстати, города в Финляндии, там много проживает людей с российскими паспортами. Причем в Финляндию можно вторгаться как в города с компактным российским населением, так и в города с компактным сомалийским населением, потому что у них для этого большой контингент сомалийских, Их подготовлены людей у россиян, которые на велосипедах ехали. Их наверняка сейчас готовят и стрелять, потому что их в армию забрали, как известно. Когда не удалось их забросить в Фрильлянде, их забрали в российскую армию. Я думаю, что их учат сейчас как раз стрелять, чтобы они вторглись туда, в Скандинавию, где 150 тысяч сомалийцев проживает. И какую-нибудь Сомалийскую Народную Республику там организовали. Поэтому что-то сначала в таком духе. Но путь, он достаточно короткий будет. Это все события ускоряются, поэтому путь между вот этой гибридной и перерастанием ее в полномасштабную будет достаточно быстрым, как мне кажется. Михаил, ну вот еще одно заявление от эстонского президента, который выступал, опять-таки, в первый день. Испросительно, премьер-министр эстонии Кая Калласа. Он сказал такую интересную вещь, которую сразу же начали комментировать в украинских СМИ. Я вот сейчас переведу с украинского языка, как она сказала. Но вот интересное заявление. Россия никогда не проиграла свою последнюю колониальную войну. Или, значит, получается, свои последние колониальные войны. Я много читаю и пытаюсь понять, как мы можем разорвать этот исторический такой круг. И ключевым элементом является ответственность. Они, россиян, никогда не несли ответственность за те преступления, которые они совершали. Как вы можете понять то, что он сказал? Я думаю, что это, так как она сейчас только читает эти книги, то это достаточно ошибочное мнение, мне кажется. Объясню, в чем дело. Значит, во-первых, россияне, безусловно, проиграли колониальную войну под названием Холодная война. Это была колониальная война. Пытались захватывать колонии в Африке, в Азии, в Латинской Америке. Это все прям конкретно, физически. Туда вбухивались огромные средства. В результате развалился Советский Союз. В результате этого развалился Советский Союз. И это было поражение в Холодной войне, которое привело к распаду империи. Она же говорит про распад империи, про колониальную войну. Вот империя распалась. Но не до конца. Тут все просто. Империя распалась. Если вы посмотрите на карту Московии и ее колоний, то отпали те, кто был на западе. Вот западная часть отвалилась. И отпала немножко от севера, где... А, юг отпал, извините. Наоборот, отпал юг, вот Кавказ, я имею в виду Закавказье, там Центральная и так далее. А осталось что? Остался центр, который Московия, собственно, который и должно остаться потом после полной деколонизации российской империи бывшей. Но не отпал восток и не отпал еще север, правильно? Поэтому, когда этот процесс продолжается, вот одну колониальную войну, холодную, проиграла Россия. И вот так отвалились куски от Российской империи, если говорить, мы же про империю говорим. Вот сейчас Российская империя ведет новую колониальную войну. И от нее по логике этой должны снова отвалиться куски. То, с чем мы начинали, с Башкортостана. Ну, есть куда отваливаться. Благо, есть вся Якутия, Сибирь, Дальний Восток, есть юг еще кусочки, есть север, есть Ингрия, которая должна отвалиться. Много чего должно отвалиться. Последний визит, наверное, был на Чукотку президента России, теперь следующий, не скоро. Вот, то есть есть куда отваливаться. Есть куда отваливаться. Ингрия или даже Ингерман-Мандия, как ты называешь. А это вообще родина Путина, не забывай. Я знаю, я упомянул уже Ингрию, конечно, сразу, потому что это еще и моя родина. И я как раз сказал, что единственный способ для меня когда-нибудь посетить свое место моего рождения, это если Ингрия станет свободной. Потому что в других случаях я там, естественно, никогда больше не окажусь. Потому что я заинтересован, чтобы Ингрия стала четвертой Балтийской республикой. Вот было бы там Литва, Латвия, Эстония, Ингрия, все как бы. И дальше уже Финляндия. Будет очень все логично. Ингрия, это кто не знает, Ленинградская область так называемая сейчас. Ну, Латвия тоже раньше Ливония называлась, а стала вот Ливонским орденом, а стала Латвия. Карелия еще есть, много чего еще есть. Вот, поэтому россияне несут ответственность, несут. Много раз несли и сейчас понесут. Просто ответственность же как? Вот когда империя уже развалилась, то уже ее больше нету. Поэтому тогда только выясняется, что это была последняя имперская война. Но это уже постфактум все становится ясным. Сейчас это пока не так заметно. Ну, и к тому же это, к сожалению, вот тут в чем можно расстроить нас всех и зрителей, и самих себя. Такие процессы не занимают месяц и не занимают год. Все, что я сейчас описываю, это не то, что в этом году мы такие все сядем в конце года и будем праздновать независимость Ингрии. Это десятилетие. Увы, а это прекрасная была страна, и у нее очень яркий и красивый флаг. Хотя поэтому вот стоит добиваться этого. Михаил, вот напоследок хотел все-таки затронуть тему США и политики, и Конгресса, и, разумеется, в контексте того, что произошло в Айове. Вчера я присутствовал на выступлении этого нашего любимого нами, небесконтроверсийного Джейка Салвена. Это о Совете по национальной безопасности Байдена, и вот его называют как раз тем, который является наиболее таким осторожным в администрации Байдена, который постоянно думает о красных линиях Путина и т.д. и т.п. Тем не менее он сказал, что у него была встреча вместе с Блинкиным, с Зеленским, президентом. То есть вчера утром, получается, они много о чем интересном говорили, не могу сказать, он говорит вам, это все останется. Ну, говорили в контексте того, что помощь закончилась, ну, речь, наверное, идет о поиске каких-то других формул, как продолжать помогать Украине. И, тем не менее, вы знаете, я смотрел на Салливана, прекрасный, умнейший человек, но все-таки, как говорят на украинском, кульгава качка. Хромая утка. Хромая утка, потому что не знаем, что произойдет. В ноябре следующего года Трамп сейчас пытается всех убедить, что он, его этот паровоз идет просто впереди планеты всей. Остановить его невозможно. И, разумеется, Айова штат показал, что, возможно, это так, по крайней мере, на уровне республиканских избирателей. У меня страх есть того, что сейчас вообще, вскоре мы, совсем уже вскоре, если Трамп с таким же успехом победит и в следующих штатах, это Нью-Хемпшир, Южная Каролина, то вообще вопрос поддержки Украины можно будет, минимум, до выборов отложить. Что вы ощущаете по этому поводу? Ну, нет, я бы так все-таки, я не верю, что вот возьмет и будет целый год провала, когда все будут ждать, давать ли поддержку. Вот мне в это не верится. По многим причинам. Ну, например, сегодня происходит согласительное совещание у Байдена с участием руководителей большинства Сената и Конгресса и меньшинства Сената и Конгресса. Вот, это будет все сегодня прям проходить совещание у Байдена на эту тему. Он их пригласил, всех все согласились прийти. И вопрос только о помощи Украине и Израилю. И сказать, что республиканцы после публикации своего доклада, как победить в Украине, план победы в Украине, возьмут и скажут, не, 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 мы ничего, никаких денег давать не будем, хотя в их докладе прямо написано, что наоборот надо дать по максимуму денег и оружие, но очень я сомневаюсь, очень я сомневаюсь, что так будет. Что будет в 25-м году, кто победит, это вообще другой разговор. Мы сейчас вот в короткую про 24-й. Кроме того, ну вот представьте себе, Нью-Гэмпшир через неделю, да, по-моему, 15-го, нет, 25-го, да, по-моему. Ну, в общем, вот сейчас, на следующей неделе в Нью-Гэмпшире эти самые выборы. Там вообще сейчас по рейтингам там уже чуть ли не равны Трамп и Ники Хейли, да, они чуть ли не сравнялись. А дальше будет большая пауза, по-моему, до супер вторника, если я не ошибаюсь, там больше нет предварительных выборов. А это аж в марте все происходит. Поэтому сказать, что все будет предрешено после Нью-Гэмпшира, я не верю. Соответственно, предрешено все это будет на супер вторнике, может быть. Но мне кажется, что до этого все пакеты помощи на последний год, вот эти, да, хромой год, да, какой угодно, но все эти пакеты, мне кажется, будут в каком-то виде утверждены до марта. Мне так верится в это. Стучим по дереву, держим скрещенные пальцы. Друзья, вы смотрели специальный выпуск Zalmai International из Всемирного экономического форума в Давосе. С нами был Михаил Шейтельман, писатель, публицист, паном Михайлов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.